Приветствую! Сегодня Давид Арахамия опубликовал в своем телеграм-канале пост, посвященный законопроекту 10449. И в связи с этим многие люди мне уже написали, что вот мол Олег, посмотри, все не так страшно, ты там нас запугивал и все такое. Друзья, я вас не запугивал. Все, что я вам говорил, это то, что прямо написано в законопроекте 10449. А то, что говорит Арахамия, ну это то, что говорит Арахамия. Кстати, сейчас для тех, кто пост этот не видел, мы его посмотрим. И вот там есть три пункта, а у меня будет три контр-вопроса, на которые вы должны будете ответить, сами себе ответить. И, соответственно, потом мы поговорим, а что же нам делать и должны ли эти слова Арахамии нас успокоить. И вот что написала Арахамия. Вчора проголосовали в первом читанні законопроект 10449 до ВСМ, мобилизации и обліку. Питания до него есть у всех. Будем працювати над ним в комитеті до другого читання. Перше, щодо людей з інвалидностью і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства. Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає. Будемо шукати компроміс. Точно найпринятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто бе таке підтримував. І після такого поста, я розумію, що у многих людей відбувається надіжда, відбувається воодушевлення, що, мол, є депутати, які о нас думають. І в тому числі слуга народа Давида Арахамия говорить о тому, що немає депутатів, які будуть голосувати за інші положення цього законопроекта. І я прекрасно понимаю тих людей, і мені думається, що основна цель цього поста була в тому, щоб успокоїть людей, так сказати, притупити їх бдительність. Але у мене є три контрвопроса. І так, ісходимо з того, що у нас є правяча партия, є слуга народа, правяча партия, є президент от цієї партиї, і є жакобмін от цієї партиї. І так, питання номер один. Чому Кабінет Министрів підконтрольной правячей партиї подав во второй раз такий законопроект? Перший ми отозвали, але почему-то Кабмін подає його во второй раз, оставив вот эти нормы і про аспирантов, і ухудшив положення по догляду, хто читал, безусловно, вже увидел ці ухудшення, і про блокування рахунки? Хм, інтересно. Другий вопрос, який у мене є. Якщо в Верховной Раді нет никого, хто готов підтримувати ці нормы, то вот вопрос, а почему ці депутати проголосували за сокращення сроків подачи альтернативних законопроектов і установлення статуса цього законопроекту як наведкладному? І третий вопрос, самый последний. Якщо в Верховной Раді нет никого, хто хоче голосувати за ці нормы, то вот вопрос, почему 243 депутата, в тому числе 178 депутатов «Слуги народа» голосують за ці законопроект? Эти вопросы риторические. Каждый из вас должен ответить на них для себя. А что же нам делать в связи с этим? А в связи с этим нужно делать то, что вы и планировали сделать. Подготовиться к принятию этого законопроекта. И если люди, которые планировали, например, выезжать летом, осенью, не знаю, там весной, да, но не торопились с этим, то мне думается, что самое время вам все-таки возможно ускорить этот процесс. Почему? Потому что с принятием этого законопроекта ваши возможности по выезду будут ограничены. Ну и как мы видим, даже Арахамия в успокоительном посте ничего не пишет по вопросу выезда. И для нас лишь вопрос, когда, когда, не если, а когда изменятся правила выезда мужчин из Украины. При этом мы прекрасно понимаем, что они могут измениться еще до того, как будет принят этот законопроект. А мы это знаем, 29 декабря, да, все прекрасно помним, когда по распоряжению неизвестных людей, бац, и все должны предоставить документ об отсрочке на границе. Потом прошло время, бац, и это все отменили. Подготовиться надо и тем, кто осуществляет уход за людьми с инвалидностью, потому что, возможно, вы утратите отсрочку, и нужно подумать, а как будут жить эти люди, если вас призовут. К чему я веду? Я веду к тому, что пусть меня обвиняют в том, что я запугиваю, но мне кажется, что сейчас ситуация такая, что лучше запугаться, лучше подготовиться к этому, чем сидеть в расслабленном состоянии, а потом бежать к юристам с криком все пропало. Но вопрос в том, что потом у вас, возможно, либо не будет вообще времени, либо не будет нормативно-правовых вариантов решить вашу проблему. Поэтому, да, вот здесь я буду запугивать. Я делаю это крайне редко, но мне кажется, что сейчас именно та ситуация, когда нужно максимально серьезно подойти к этому законопроекту и к своим планам в связи с этим законопроектом. И знаете, это та ситуация, когда я очень хочу, чтобы вы были правы, а я был неправ. И чтобы со временем вы мне написали, что, Олег, видишь, ты ошибся, ты зря нас запугивал, ничего же не произошло страшного, да, никакого такого закона не приняли, а наоборот приняли то, что улучшило положение мужчин во время военного положения и мобилизации. Это та ситуация, когда я действительно искренне хочу ошибаться. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Его название вы видите сейчас на экране, а ссылочка есть в описании к видео. И традиционно я, конечно, пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok